Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем случай удаления от рома на лице. Чаще, конечно, я занимаюсь половыми оргами, но в принципе на лице такие штуки тоже образуются. Что такое от рома или киста сальной железы? По сути дела это перерастянутая сальная железа, наполненная жировой массой, которая непосредственно, ну, если она, допустим, на половых органах, чаще всего на мошонке располагается, на лице также имеются довольно большие железы сальные, поэтому нередко там формируются вот такие вот, скажем так, с закупоренными выходами уплотнения, которые мешают пациентам иногда вызывать болезнь, как в нашем случае, ну и в ряде случаев они нагнаиваются. К нам обратился молодой человек, у которого было подобное образование, вы можете посмотреть, оно, так сказать, твердое, может быть, оно не сильно приподнимается над уровнем вхожей и непоказательно, однако его оно, естественно, беспокоило. Что в таких случаях делать? Ну, профессора только рассуждать могут, а практическим врачам приходится решать практические вопросы. Это беспокоит пациент, он хочет избавиться. Что делать? Соответственно, первое, попробовать открыть выход с помощью разных мазей, начиная от тех мазей, которые содержат салициловую кислоту, которые содержат непосредственно молочную кислоту и так далее, можно сделать пилинг, попробовать. Однако, если одорома существует давно или закрытое сальное железо, то такие методы, как правило, не помогают. Соответственно, что нужно сделать? Нужно вскрыть, нужно удалить стенку самой железы. Почему так? Потому что оно продолжает продуцировать сало, и это может вызвать рецидив. Соответственно, данному пациенту, как вы видите, на картинке было сделано в голове чекобезболивающего препарата. Это местная анестезия. Данное, так сказать, образование побелело немножко, потому что жидкость обезболивания непосредственно сузила сосуды. Ну и нами был произведен небольшой разрез. Вытащена эта сальная железа, удалены ее стенки. Ну и, так как разрезик был очень маленький, достаточно для этого, то, что вы не накладывались, да и на лицо это, в общем-то, как правило, не нужно при таких размерах. И все зажило достаточно успешно. Через 10 дней вы можете видеть последние фотографии. В принципе, такой рубчик через 10-12 дней, по-моему, дней, он сравним с объемом волоса. Двух волос пушковых на лице. Что вполне удовлетворило пациенту. Он был доволен результатами. Естественно, что со временем подобный рубчик не вполне вероятно, а практически точно уменьшится в размерах, а может полностью рассосется. В организме у нас есть клетки фибробласты, которые стимулируют, да, как бы составляют рубец, и фиброкласты, которые его разрушают. В молодом возрасте очень хорошо подобные рубчики уходят. Да, можно пробовать и использовать, конечно, в таких случаях противорубцовые мази. Однако, ну, вот такого фантастического эффекта я не видел. В данном случае, в принципе, не нужно каких-то дополнительных мер воздействия на этот рубчик. Это неплохой косметический результат. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области лица, кожных инфекций, половых инфекций, вы можете обратиться к дерматовенерологам нашего медицинского центра Платникова в Москве. И у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.